27 мая в нашей стране отмечают День библиотек. И сегодня гость нашей утренней студии, заведующая отделом маркетинга инновационно-методической работы Централизованной библиотечной системы Юлия Ярощук. Мы попросили ее рассказать, как библиотекари отметят праздник и какие сюрпризы в этом году ожидают участников Библионочи. Юлия, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Юлия, ну, приближается ваш профессиональный праздник. Расскажите, как вы его будете отмечать и вообще с наступающим вас. Ну и, конечно, как в этом году, в каком формате планируете его отмечать? Ежегодно мы проводим эту крупную культурную акцию Библионочь. В этом году она у нас состоится 26 мая. Мы будем ждать всех губкинцев с 7 часов вечера до 10 часов вечера. У нас будут две площадки. Одна площадка будет в Центральной библиотеке и одна в библиотеке семейного чтения по улице Аэродромной. Для гостей у нас приготовлена такая обширная культурная программа, которая включит в себя много интересных локаций и познакомит наших читателей из библиотеки и с ее работой. Юлия, давайте немножечко напомним нашим телезрителям, что это за мероприятие такое Библионочь. Библионочь – это культурно-просветительская акция, которая поможет, познакомит людей с библиотекой, с ее работой, которая позволит отдохнуть, развеяться, провести время с семьей и, конечно, обогатиться, просветиться и посмотреть, что библиотеки – это не только книги, это уникальные пространства для саморазвития и проведения хорошего времени. Юлия, а вот скажите, а есть ли какая-то тематика в этом году этой Библионочи? Тема акции в этом году «Читаем вместе». И все локации, все активности, которые мы подготовили для горожан, они так или иначе будут соприкасаться с книгой, с литературой, с писательством, что позволит раскрыть полноценно тему данного события в этом году. А вот скажите, что ожидает посетителей, гостей этого мероприятия? Какие-то новые локации, может быть, новые интерактивы? Расскажите об этом. Конечно, мы каждый год стараемся удивить наших губкинцев, стараемся придумать что-то новое. И хочу сказать, что помимо творческих лабораторий с мастер-классами, помимо традиционных книжных выставок, у нас предусмотрены новые события. И одни из них у нас пройдет впервые в городе фестиваль чтения «Ночник». Мы придумали так, что на этом фестивале не будет проигравших. И все участники, кто выступит на данном фестивале, станут победителями. Все будут победители данного фестиваля. И еще есть интересное мероприятие у нас. Оно состоится в 7 вечера сразу после открытия. У нас будет литературное ток-шоу, кулинарное ток-шоу, литературный пирог. Мы пригласили на него известного спортсмена, входящего в рейтинг выдающейся молодежи Ямала, Руслана Лисалтанова, Суперниндзя. И мы с ним будем говорить не только о кулинарных предпочтениях, но и литературных. И также постараемся что-нибудь приготовить. Надеюсь, это будет съедобно. Руслан расскажет о таких своих, может быть, даже секретах. Приглашаем посмотреть. Конечно, хочется выделить площадку в микрорайоне Пурпе, которая будет тоже с 7 до 10 часов вечера. Там у них пройдет развлекательная программа «Нелихие 90-е». Они постараются приготовить пространство в стиле 90-е, сделать веселую, культурно-опознавательную площадку. У них будут и квесты, и мастер-классы. И вот мы надеемся, что к этой акции именно на аэродромной библиотеке семейного сетей тоже присоединятся наши губкинцы. Еще хочется сказать, что на каждой локации, в каждой библиотеке будет работать точки питания. То есть вы можете прийти с семьей, взять чашечку кофе, перекусить и передвигаться по библиотеке, наслаждаясь вот этими активностями. Также у нас в центральной библиотеке пройдет мастер-класс от стилиста студии, который расскажет о лайфхаках, ухода за волосами, за собой. Это вот, я вам рассказала, наверное, часть всей обширной программы, которая пройдет в наших двух библиотеках. Насколько мне известно, есть некоторые проекты и локации, где необходимо принимать участие платно. Вот могут ли воспользоваться школьники пушкинской картой? Да, безусловно. У нас есть множество мастер-классов бесплатных, которые губкинцы могут принять участие. Есть платные, которые предусматривают создание изделий своими руками, картин, рисования. И, конечно, наши молодые люди города Губкинского от 14 до 22 лет могут получить пушкинскую карту, либо уже кого есть, могут оплатить. Ведь каждый мастер-класс – это не только рисуешь, но ты узнаешь технику, историю ее. То есть каждый мастер-класс или локация включает в себя еще и познавательную функцию. Библионочь в нашем городе проходит уже не в первый раз. Расскажите, насколько вообще это мероприятие популярно среди горожан? Хочу сказать, что ежегодно в библиотеке проводят множество мероприятий интересных, необычных, но есть традиционная. Это акция «Библионочь», которая ежегодно собирает множество губкинцев. Это одно из самых важных мероприятий для библиотек и одно из самых любимых среди горожан. И ежегодно губкинцы с удовольствием приходят и проводят время и отмечают, так сказать, этот праздник вместе с нами. Любят они его, этот праздник. Ну и напоследок, расскажите, пожалуйста, где губкинцам узнать об этом мероприятии? Возможно, где-то можно будет записаться или же просто, чтобы для себя понять, узнать эту информацию и прийти к вам? Конечно, мы всегда размещаем актуальную информацию в наших социальных сетях. Это телеграмм библиотеки Губкинского, это ВКонтакте библиотеки Губкинского. Мы всегда закрепляем в афишах актуальные мероприятия. Можно зайти, и вы сразу наткнетесь на информацию. Есть информация на нашем сайте. Ну и всегда можно позвонить нам, 5, 15, 17. Мы расскажем, как можно принять участие в той или иной локации. Например, в фестивале чтения, как записаться на ночник. Все расскажем, так что записывайтесь, приходите. Всех ждем 26 мая на мероприятии в большом, которое организовывает для нас централизованная библиотечная система. Это Библия Ночь, поэтому приходите, будет интересно. Юлия, ну а мы в свою очередь хотим поблагодарить вас за то, что встретили это утро с нами. И по традиции, ваше пожелание Губкинцам на день грядущий. Я желаю вам всем хорошего настроения. Но на улице сейчас солнце, и уже не так грустно, как было в холода зимой. Так что улыбайтесь, радуйтесь. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok